здравствуйте дорогие друзья сегодня из первых уст мы узнаем что такое нейрографика и как с помощью нейрографики осознать и решить свои жизненные проблемы у нас студии анна карпейчик инструктор нейрографики здравствуйте здравствуйте давайте начнем с того с определения что такое в целом нейрографика так нейрографика это научно доказанный метод и нейрографика помогает всем простраивать реальность если так скажем поглубже про этот способ этот метод поговорить то я вам скажу так мы не залазим прошлое мы там ничего не изменяем мы сильно не смотрим на далеко грядущее будущее но то что можно простроить сегодняшний день это факт то есть живем в моменте как говорится да здесь и сейчас да ну давайте немножко поближе все таки как вы говорите вглубь все таки будем заходить постепенно что это такое как с помощью этого осознать давайте сначала наверно да а потом уже решить вот что такое осознать свои проблемы но мы как бы вот каждый из нас да вот сегодня даже в моменте здесь и сейчас эти все проблемы жизненные до ситуации наверняка знает да вот я знаю у меня то 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 да мы их осознаем или все таки мы их не осознаем как это понять ну я вообще так скажу не люблю я слова проблемы раньше потому что я тоже жила обыденной жизнью я тоже решала какие-то вопросы бытовые личного плана и просто когда действительно я начала изучение данного способа я поняла то что в принципе у человека проблем нет с человеком всегда все хорошо другой вопрос то что иногда бывает так что по течению человек идя он понимает что его охватывают финансовые трудности потом как бы одиночество кто-то не может найти своего предназначения и вот как раз таки сам человек все это в совокупе может говорить о том что это проблема а по факту это не проблема это все решаемо это все интересно это интересный мир его можно изменить просто человеку необходимо для этого желание просто желание хорошо давайте рассказывать как с помощью нейрографики все это изменить и решить вот когда-то я тоже думал о том что как-то так с помощью рисунка можно что-то изменить скажу честно у меня были такие скажем корыстные цели в нейрографики да потому что я человек предприниматель всю свою сознательную жизнь карту значит со школьной скамьи я что-то предпринимала я что-то пыталась заработать потом в школе пыталась тоже также зарабатывать и в институте и в итоге как бы у меня как у предпринимателя есть свое так скажем дело любимое и я подумала о том то что почему так вот кого-то достаются деньги быстро там легко а у кого-то так-то тяжело как бы ну и стала этим очень сильно увлекаться стала изучать финансовую грамотность и энергию денег и в итоге узнала про такой способ как нейрографика не было смешно потому что надо давать сразу как узнали откуда узнаю это просторы интернета это знать также хочу сказать что интернет это как бы как бы и хорошо и в то же время там очень очень много лишней информации но тем не менее я начала методом пробы ошибок что-то пробовать рисовать что-то получалось что-то не получалось и в итоге мне было изначально вообще смешно как так можно с помощью рисунка что-то проработать то есть для того чтобы зрителям все-таки было более понятнее нейрографика это рисунок графический рисунок это линии да это какие-то круги насколько я понимаю ну вот я сейчас покажу наверное да вот что-то подобное вот этом да это непонятная какая-то как я первый раз увидела сказал что какая-то непонятная халабуда но тем не менее здесь заключено что великий смысл это и смысл много про того человека кто этот создал рисунок про него здесь тоже очень много это не только линия эта графика получается вообще нейрографика получается это то слово которое появилось благодаря двум словам это нейро и графика основоположник это павел пискарев это очень такой умный человек он психолог и в то же время он архитектор и как раз таки благодаря павлу пискарева эти слова объединились и получился мозг и графика и нашему мозгу как выяснилось уже потом в процессе моего обучения легче понять графический графические символы нежели вот эти вот постоянные слова о том что я счастливая богатая я здоровая там и так далее хоть на каком языке вы будете это говорить хоть сколько раз в день мозгу понять не именно линии именно как вот вы сказали круги но там еще помимо кругов есть еще и треугольники и квадраты но есть четкий алгоритм вот так вот просто взять и типа я пошла порисую на графику так не получится для этого необходим либо инструктор либо есть курсы вот те кто будет касаться именно к нейрографики для того чтобы увеличить доход потому что я сейчас очень много работаю с предпринимателями потому что по факту с помощью нейрографики можно простроить все и повысить товарооборот и улучшить допустим какие-то жилищные допустим условия в той же самой в той или иной компании вот поэтому касаться допустим чему-то бесплатному я бы не не порекомендовала лучше это как бы сократить по времени обратиться к хорошему инструктору и уже с первого рисунка получать результаты хорошо как получать результаты что значит результат вот нейрографики вот рисуешь рисуешь значит потом что-то получается да либо ничего не получается давайте на рисунках все это покажем ну рисунки они все по факту разные и видите как вы знаете про каждый рисунок можно говорить до бесконечности но в общем можно только так сказать у человека появляется какой-то запрос ну допустим человек хочет финансов вообще это 90 процентов кто хочет на финансов в общем где в основном это но вы говорили что еще лишь проблемы личного плана одиночество можно проработать через нейрографику да давайте начнем вот с этого скажем так а потом личного да с личного а потом перейдем к финансам вот как проработать личные например вот рисунки такие есть они у всех разные где все это рисунки моего так скажем плана по поводу личного допустим в каждом рисунке идет охват в центре нейрографики находитесь вы когда человек рисует нейрографику у него просто прорастают невероятные качества по факту эти качества они были у человека при рождении но эти качества либо не проросли либо человек просто их самостоятельно захоронил и во время рисования у человека эти качества не начинают пробуждаться пробуждается умственная работоспособность это ясное дело также пробуждаются качества такие как смелость усидчивость и самое основное что от каждого рисунка человек получает энергию это очень важно потому что многим кажется так что если в их жизни не случаются какие-то большие события ну допустим покупка квартиры либо покупка автомобиля либо переезд то это не хватает денег по факту не хватает энергии человек начинает чем-то гореть начинает чем-то жить и потом просто-напросто с годами это что-то улетучивается и уже не представляет такой важности и поэтому на графику в нейрографику нельзя прийти так просто допустим можно конечно порисовать я не спариваю но здесь каждый рисунок он дает уже плоды и эти плоды они прекрасны и самое главное каждому своему ученику говорю о том что изменения неизбежны поэтому каждый рисунок он уже идет с результатом и поэтому вроде бы у человека также наверное как у меня у многих просыпается желание допустим поработать с финансами но придя в нейрографику человек понимает о том что у него есть какие-то нотки ненависти недоверия допустим недопонимания и не хватает той же самой энергии и с каждым рисунком человек начинает себя раскрывать и не узнавать конечно очень многие хотят допустим с помощью рисунков поменять своих мужей там детей родителей там и так далее как хотя менять детей хотят но по факту это невозможно потому что мы не можем допустим внедряться в чью-либо жизнь но рисуя рисунок вокруг меняются люди и это уже просто напросто доказано но с помощью рисунка нельзя поменять детей нельзя менять людей вообще люди не меняются на мой взгляд да но изменить окружающий мир вокруг себя да это возможно скорее всего взгляд на окружающий мир но прежде чем изменить взгляд на окружающий мир нужно что-то в себе поменять да и поэтому мы что берем листок до формата 4 можно а3 еще лучше еще лучше так что еще нужно для этого задать правильно тему вот кстати по поводу задать правильно тему это прекрасная такая возможность поговорить допустим с человеком о том что есть такая пословица бойтесь своих желаний или там слова не воробей вылетишь не поймаешь вот как-то раньше я этому я знала эти пословицы допустим те же самые но я как-то сильно не уделяла этому всему как бы времени там вы говорила не понятно что да а в итоге сейчас конечно я научилась допустим и все вот кто со мной работает панерографики реально правильно формулировать свои запросы и свои желания поэтому когда человек приступает к работе первое что он делает это правильно формулирует желание далее делается у нас в научном так скажем это те называется это актуализация но для обычного человека чтобы было понятно это такая маленькая настройка чтобы человека переключить получается и потом уже идет набор композиции то есть когда идет набор композиции это непосредственно работа человека с самим собой а потом уже получается следующий шаг это когда человек принимает разность мира это очень такая знаете интересную ступень потому что многие в принципе как бы проживает свою жизнь и они даже не понимают что такое объединяться вот именно то что с миром я вам даже больше скажу люди которые путешествуют их желание осуществляется гораздо быстрее чем нежели те кто вот сидят на одной точке боятся выехать даже там не знаю на правый берег и шима правда и в итоге получается люди которые путешествуют они принимают разные блюда одежды получается это очень как бы захватывающий такой процесс и в нейрографики такая ступень тоже существует но самое интересное это то что во время работы особенно на начальных этапах каждый ученик старается гармонизировать себя в этом мире и это естественно потому что когда у человека какие-то запросы появляются это говорит о том то что вот этот вот сосуд в которой накопились допустим те же самые ну давайте так начнем нехорошие слова гневы допустим до обиды зависти и страхи страхи как богатство так и бедности то есть это очень как бы значимая такая тема то человек просто напросто перестает быть единым целым с миром и поэтому когда идет момент на гармонизацию в первых шагах это очень важно человека провести вот просто за ручку по каждой так скажем работе для того чтобы он почувствовал просто успокоение а потом получается в опять же таки в процессе на процесс уходит около полутора два часа но если ученик занимается больше это еще круче вот и потом получается шаг в алгоритме такой который говорит о том что человек запрашивает энергию потому что это полное понимание того что все случится если будут на это силы и в завершении просто-напросто знаете такая там просто маленькая такое поправочка в каждой работе есть изюминка это то что человек проговаривает через рисунок то что он очень так скажем серьезен в своих намерениях что этот рисунок это не был просто рисунком и всего лишь навсего так что вот так она работает эта нейрографика очень сложно и от вас идет такой поток энергии что я вот знаете прям чувствую его сейчас а не скажите но как вы к этому пришли как вы вообще пришли вот к таким практикам скажем так и основная ваша специальность вы психолог нет первое мое высшее образование это преподаватель английского немецкого языка я проработала после этого обучения полгода в школе но так сложились обстоятельства что я любила работать там где деньги и поэтому я пошла делать ногти потом значит я делала ногти я делала ногти деньги делали с тяжелым путем это была физическая моя вовлеченность и поэтому как бы я все время понимала то что так будет не всегда то есть когда-нибудь мой физический ресурс он будет иссякнет и все на этом и потом с течением обстоятельств я открываю свою ногтевую студию и просто-напросто в ней не хочу ничего почему потому что я себя изжила полностью и я там себя уже никак не могла реализовывать я не была психологом этот процесс для вас важен был процесс достижения цели только процесс только про это вот вы такой человек по жизни до достижения но не цель для вас главное да есть такие люди я или цель тоже как бы она даже да потому что она достигнута есть очень интересный очень любой процесс он очень интересный потом так сложились обстоятельства что мне как бы жизнь дала такой урок этот урок был связан с деньгами и это был очень тяжелый урок я вам так скажу то есть это были очень такие жесткие раны и я не могла пережить у меня было столько боли и я не могла с этим справиться вот знаете вот проще можно было даже сравнить с тем что я готова была не знаю там с обрыва уже сигануть потому что все очень было сложно и когда этот способ вообще нашла я не сдавалась а я искала эти какие-то фрагменты в книжках я искала где-то также в интернете что как делать я изучила не просто финансы я их очень сильно изучил но я до сих пор с ними на вы я их продолжаю изучать они прекрасны то есть раньше для меня деньги это были было была материальность теперь я точно знаю то что это просто напросто энергия и в итоге что в итоге его таким вот образом я познакомившись на графика рисунок за рисунком начинала видеть результаты у себя никому об этом ничего не могла сказать мои знакомые мне спрашивали ты где берешь эти разукрашки я даже не могла им рассказать что это не разукрашка вот правильно цити первое первое впечатление и первая мысль была когда я увидела эти рисунки это был разукрашка до детская но может не совсем детская да с какими-то витиеватыми вот этими пересекающимися линиями но разукрашка вот правильно вы сказали но я не могла им за две-три минуты рассказать что это все гораздо интереснее то есть вы долго долго очень вникали потом долго этим занимались никому об этом не рассказывали все это в секрете в большом до было но я не скажу что в секрете но вот наверное не было необходимости делиться с этим этим пока да с кем-то было такое я начала делиться только со своими партнерами потому что все таки я испытывала нейрографику и и тестила как раз таки на финансах финансы сразу пошли я вам сразу скажу но потом пошел такой скажем момент тишины почему потому что я поняла что я пренебрегаю этим способом то есть если мне нужны деньги я рисую получаю деньги если у меня сегодня есть деньги я не рисую ничего в принципе не делаю по факту нейрографика это то же самое что ходить там на тренировку на йогу правильно питаться это в своего способа такой какой-то знаете постоянно себя держать в тонусе потом я познакомилась с большим количеством предпринимателей опять же таки понимаете как будто бы другого не видела возле себя оказывается потом только я поняла то что можно прорабатывать здоровье можно прорабатывать отношения можно работать над отношениями в отношениях потому что очень многие допустим тоже вот в таком котле варится вроде бы как бы семья но чаша неполная вот и поэтому я для себя открывала постепенно нейрографику и допустим сказать однозначно кому-то что-то я не могла потому что не хватало знаний и в одно прекрасное время это было как раз таки в двадцать втором году это было уже прям самом начале года я однозначно решила что я буду инструктором и я пошла в институт и я хочу вам сказать о том то что там было очень сложно и там и сейчас я на сих пор нахожусь а я еще там я вот сдаю дипломную работу вот это за институт так называется институт психологии творчества город москва основоположник этого института павел пискарев вот и в итоге я начала там уже профессионально готовиться к тому чтобы обучать людей потому что я проводила просто эксперименты но все эксперименты у получались и меня это заводило еще больше получаться я всеми думал ну как так а сейчас я так уже не думаю я просто беру и работаю и все но это нелегкий довольно таки путь я скажу вам да потому что были у вас какие-то все-таки сомнения да наверное как у всех людей которые впервые с чем-то вот начинают знакомиться и вот погружаться в это да самое главное вот на этом этапе когда погружение чтобы не спрыгнуть не сбежать потому что это тяжело на мой взгляд вот когда будет такая возможность пройдите вот есть алгоритм называется путь героя и вы никогда не придадите свою мечту никогда вот зная этот путь я поняла одно что если бы тогда вот пусть даже лет десять назад я бы узнала бы о таком алгоритме и прошла бы его не единожды а раз так 5-10 и это действительно открытие потому что когда я вижу человека который вот уже как вы сказали хочет спрыгнуть допустим да я сразу говорю ты предатель ты предаешь сейчас твою мечту потому что он не знает а что его ждет дальше а дальше а дальше ждет волшебство и теперь я это точно знаю то есть этот путь я уже проходила не единожды и в итоге сейчас когда я работаю хоть с предпринимателями хоть с обычными людьми допустим женщинами там ты любыми другими допустим категориями я точно знаю где они начинают проседать и работаю именно над этим так скажем моментом а потом уже человек сам выправляет ситуацию и просто он поражен результатом что у меня не было этого сомнения уже шла готовая в институт понятно я читала что люди которые впервые начинают рисовать впервые начинают заниматься нейрографика испытывают какие-то вот знаете физические буквально да физические какие-то недостатки при рисовании впервые когда первый там второй третий рисунок боль даже какую-то да боль которая вот начинается головная там боль да и как только рисунок закончен когда . там ставится определенное сглаживание этих углов всех это боль проходит что это такое как это может и причем у большинства людей как я поняла это рефлексии называется но это хорошо когда человеку ту рефлексию чувствует это где-то о том что человек открыт я допустим рисовала я полгода не понимала как это вообще можно чувствовать и потому что я все лежала в жутком контроле поэтому те кто чувствует вот с первой линии рефлексии я могу сказать что того счастливые люди потому что они начинают себя прорабатывать вот на самом деле с первого рисунка да у меня бы немножко потяжелее было потому что мне не было инструктора рядом и я не понимала многие моменты и поэтому когда я сейчас вижу рефлексию с первого рисунка я говорю просто супер это хорошо значит еще такой вопрос кто женщины или мужчины вот чаще рисуют скажем так кто ваши ученики и в основном мои ученики это конечно же женщины в основном но у меня есть такая конечно задумка чтобы со мной порисовали также еще и мужчины почему потому что мне это очень интересно потому что у мужчин немножко такой скажем другой склад ума если женщины все под контролем то мужчинам здесь гораздо проще то есть если мужчина решил что он поет на рыбалку он поет на рыбалку его принципе ничего не остановит а женщина она может остановиться стурас подумать допустим и передумать допустим поэтому насколько я знаю это не из моей практики ты из практики других инструкторов то что у мужчин все гораздо быстрее происходит это да есть такое зафиксировано но у меня женщины и в принципе я конечно разного возраста Я не делю никого, то есть у меня вообще все идут на одной линии, но мне очень нравится работать, особенно с теми, у кого такой возраст, даже 60 лет. Люди приходят за здоровьем, и это очень радует, очень. Даже так. После, именно по здоровью очень интересно, после проработки про это все улучшается? Улучшается, потому что перестраиваются неродные моменты, так скажем, в головном мозге. Если у человека раньше была думка о том, что выпить, чем намазать из лекарств, что принять, как к какому врачу сходить. То есть в момент прорисовки меняется контур, и он уже так об этом не думает, и в итоге аптечка сокращается до минимума. Это тоже факт. И прорабатывается все постепенно. Там тоже есть специальный алгоритм, там можно что-то понизить, что-то наоборот повысить, что-то можно стабилизировать именно в здоровье. Тоже интересный такой, скажем, подход. У вас есть социальные сети, где вы пропагандируете? Да. В Телеграме, наверное, да? В Инстаграме? Да, в Телеграме у меня была очень хорошая группа, 700 учеников. Но буквально где-то неделю назад мой Телеграм взломали. И ничего страшного, я все возобновила, потому что, знаете, есть такое понятие, собаки лают, караван идет. Поэтому я возобновила полностью работу в Телеграме. На сегодняшний день это уже в моем Телеграме более 200 человек, это живые ученики. Разные страны рисуют, рисуют Казахстан, рисуют Россия, Германия. И я, конечно, рассчитываю на хорошие масштабы. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе и в завершении пожелания нашим телезрителям. Ну я вообще хотела бы сказать вам огромную благодарность за то, что вы меня пригласили. Потому что, возможно, за счет вашей передачи очень многие люди узнают о данном способе, о данном методе. Кто-то будет присоединяться, я буду только рада, я буду очень благодарна. А пожелания всем зрителям – это то, что хочется только одно сказать. Никогда не останавливайтесь и не зацикливайтесь на каких-то проблемах. Все, во-первых, решаемо. Во-вторых, это что-то не просто так, это что-то возникает для чего-то. Когда-то что-то такое произошло в моей жизни, что меня сподвигло на нейрографику. И я теперь однозначно понимаю, что я полезна и многим нужна, так скажем. Поэтому всем хочется пожелать, чтобы люди не подали в какие-то депрессии, в панике, чтобы что-то предпринимали и что-то делали. Ну что ж, благодарю еще раз, Анна, наших телезрителей. Благодарю за внимание. Увидимся в программе «Из первых уст». Продолжение следует...